5 причин почему убили айлиш такой противоречивый образ она молодая артистка чье имя у всех на устах били айлиш конечно она неспешно становится широко известной однако она далеко не новичок в этой сфере как факт она была воспитана родителями из развлекательной индустрии поэтому слегка шокирует что подросток с неземным голосом выбрала нынешний образ жизни не понимаете о чем мы не волнуйтесь мы введем вас в курс дела оставайтесь с нами чтобы узнать кто повлиял не только на ее музыку но и стиль жизни вы будете удивлены так что не пропустите если вы никогда не слышали о били айлиш то должно быть жили в пещере она оказала большое влияние на музыкальную индустрию за очень короткий срок у нее уникальный голос и беспрецедентная тяга к славе ей было всего 14 когда она загрузила свою песню оушен айс на саундклауд никто и представить не мог что это навсегда изменит ее и жизнь ее семьи после загрузки теперь уже известной песни на саундклауд ее популярность буквально взлетела певица утверждает что ее известная подруга поделилась с нею своим гонораром после чего она получила одних только повторов тысячи за одну ночь вместе со своим музыкальным партнером которым оказался ее брат она не намеревалась останавливаться одна из причин по которой били одевается как парень ее брат финиас с которым она очень близко и скорее всего она равнялась на него будучи еще маленькой девочкой видимо по этой причине она одевается как и он и оптимистично оценивает мужской гардероб после того как они подписали лейбл дуэт стал выпускать еще больше альбомов тот факт что они жили вместе и помогал им выпускать новые хиты к 2017 году они сделали себе имя в сфере инди-музыки песня board также появилась в сериале 13 причин почему и хотя само шоу было уже широко известно били все еще была подающей надежды артисткой в 2018 вместе со своим братом она обретает еще большую популярность уже имея на руках золотой мини альбом они выпустили синглы you should see me in the crowd и when the party's over которые утерли нос музыкальной индустрии дуэт прочно занял свое место под солнцем однако есть одна вещь которую люди не могут забыть в 2019 люди стали замечать что будучи известной поп-звездой били айлиш стала немного другой не то чтобы это было плохо учитывая что она происходит из семьи артистов это могло стать причиной ее уникального стиля будучи на домашнем обучении она была свободна от необходимости вписываться в школу многие наверняка знают каково это подрастать и быть затравленным за непохожесть били не испытывала подобного до момента своей знаменитости ворвавшись на сцену в 2016 били айлиш бросила вызов индустрии будь то ее голос возраст или же что означает быть поп-звездой в 2019 она разрушила устои и ей нравится быть не такой как все поэтому видя ее и как она одевается все становится абсолютно понятно услышав ее песню в первый раз вы представляете себе певицу а затем видите ее в мешковатых костюмах что наверняка сбивает вас толку певица однозначно не намерена впечатлить кого-либо своим гардеробом если что-то привлекает ее внимание она это признает к слову она не одевается чтобы устраивать скандалы дело касается комфорта а что же может быть уютнее мешковатой одежды а народом из мира который диктует ей правила облегающей одежды макияжа и даже пластики девушка не имеет с этим ничего общего никто не говорит что ей делать особенно когда дело касается одежды но почему же били одевается именно как парень все просто потому что так хочет но в этом безумии есть и своя логика если спросить саму девушку то она просто любит моду это ее способ самовыражения как артистки она видит свой выбор стиля как форму искусства с одной стороны она не любит когда комментируют как она выглядит но противоречит сама себе потому что на деле любит когда люди ее обсуждают и это правда певицы даже пришлось забыть о социальных сетях из-за негатива легко забыть что били все еще подросток поэтому комментарии в ее адрес могут быть обидными люди жестоки особенно когда ты выступаешь против норм но дело в том что ее радует что люди вообще они говорят и это одна из многих причин по которой она настолько странно одевается если посмотреть на выбор ее одежды можно легко заметить тонны мешковатых футболок свитеров шорт и штанов она обожает этот вид который совершенно противоположен музыки которую она пишет многие утверждают что ее стиль больше отражает атмосферу хип-хопа и зная ее музыку это звучит не похоже на нее фанаты певицы знают что она большой фанат рэпа и что это может быть еще одной причиной по которой она тяготеет к рэп одежде она даже сказала что икона ее стиля и карьеры это тайлер и за креатор так что давайте возьмем и сравним их у обоих артистов они уникальны но видно что билли показывает внутреннего тайлера оба используют цвет и модель чтобы рассказать свою историю если тайлер больше тяготеет к особым элементам то били любит расслабленный стиль в одежде и хотя некоторые их наряды выглядят как будто скиданными в кучу мы уверяем что они хорошо продуманы все же немного странно что девушка вдохновляется именно мужским стилем тролли в социальных сетях уверены что били должна одеваться как девушка но что это вообще может означать в интервью она говорила каково это быть тинейджером в 2019 благодаря снэпчат и instagram она еще будучи подростком часто критиковалась за ее образы но ай лишь бросает вызов этим стандартам для самой певицы это личный кошмар когда все вокруг становятся ординарными и все же хочется знать а что же в этом такого почему она не может одеваться как парень как сказала она однажды цитата будь я парнем в такой одежде никто и глазом не моргнул бы и остается только согласиться в музыкальной индустрии как и во всем мире существует свой сексизм очевидно что девушки желающие стать поп-артистами и должны выглядеть соответствующим образом поэтому били так важно мне нравится что она ломает понятие поп-звезды но некоторые просто этого не понимают как было сказано ай лишь большая поклонница рэпа и видно как это повлияло на нее но вопрос в том а в какой момент стиль пересекает черту культурного соответствия ее угрюмый музыкальный инди стиль сильно отличается от ее фактического образа который просто раздражает некоторых людей тот факт что она белая девочка тинейджер из лос-анджелеса не дает критикам принять ту атмосферу хип-хопа которую она излучает от обвисших штанов до ее любви к банданам многие обвиняют ее в присваивании черной культуры а что думаете вы может ли мода быть способом присвоения культуры присяжные все еще сомневаются нравится ли вам ее стиль или нет били действительно единственное в своем роде и тем кто хочет украсть ее образ желаем вам удачи мы действительно имели ввиду что она одна в своем роде вам будет трудно найти кого-либо с ее внешностью в том же типичном торговом центре певица любит закупаться в комиссионных магазинах и и главное правило покупок для гардероба размер не имеет значения если ей что-то нравится она даже не смотрит на цену и размер даже не меряет одежду ей нравится она покупает это иная причина по которой ее одежда выглядит как будто ей не подходящие артистки стоило бы примерять ее перед покупкой но ее это не волнует она даже сама делает себе одежду и даже призналась что режет и шьет создавая нечто действительно уникальное она даже разрезала свои кроссовки чтобы сделать из них что-то особенное певица представляет себя визуальным художником прежде всего поэтому она так относится к своей внешности казалось бы что внешний вид ее не заботит но это большое заблуждение быть визуальным художником значит полностью контролировать свою внешность на сегодня ее имидж это мне плевать что вы думаете но на самом деле а и лишь это волнует она жаждет быть живым воплощением себя и своего искусства и занимается именно этим несмотря на это мы все же задаёмся вопросом а какое отношение ее вид имеет к подростковому ангсту она все еще тинейджер и вы будучи старше ее наверняка покраснели бы от некоторых модных выбросов в свое время а и лишь же вернулась в тот период жизни с теми же самыми чувствами особенно учитывая как быстро растет ее карьера ну что же чувство стиля тоже поменялось и это совершенно естественно люди меняются со временем и мы думаем что били не станет исключением говоря о ее эволюции 2019 станет очень серьезным для певицы вместе со своим братом в конце марта она планирует выпустить второй студийный альбом с нетерпением ждем что они приготовили на этот раз и если мы хорошо знаем били айлиш то это будет нечто неординарное на этом все что вы думаете о били айлиш и ее стиле подойдут для девушек стиле которые общество считает исключительно для парней оставляйте комментарии не забывайте поставить этому видео большой палец вверх и подписывайтесь на канал